здравствуйте это третья лекция нашего курса по архитектуре древней греции из десяти и мы все пока никак не доберемся до кульминации до классики потому что нам сначала прежде чем разобраться с классикой разобраться почему же это стало настолько гениальным настолько востребованным настолько образцом просто вершиной нужно разобраться что к пятому веку вообще греки умели делать какие у них были технологии к пятому веку и какие у них были возможности потому что возможности у них естественно были ограничены не такие как у нас и соответственно то что они делали это было внутри этих ограниченных возможностей действительно очень очень круто так вот что же умело человечество делать из 105 века какие материалы использовала какие конструкции существовали на самом деле конструкций возможности технологии было достаточно мало в основном строили из природных материалов из лиан тростника дерево если оно было потому что конечно в египте уже было проблемы с деревом из глины в основном использовался кирпич серец то есть не обожженная глина тоже не очень крепкая штука не самой крепкой вещью самой такой востребованный для строительства храмов потому что они должны быть бессмертные но максимально бессмертные это был было был камень и штука в том что и до нас дошли именно каменные сооружения все остальное все дерево все гнило то есть мы только по остаточным признакам можем смотреть что же там происходило с деревом а каменные конструкции до нас дошли говорить именно про камень и самая простая самая первая конструкция которую мы можем построить из камня это стена то есть взять камни выложить из нее стену и самые древние стены которые встречаются на земле они выложены из не очень обработанных камней то есть камни не ровненько как последние века у нас строится когда это все очень ровно камни разной формы все они немножечко подтесаны безусловно чтобы держалась крепко но это вот такая вот случайная достаточно стена случайной формы как то есть приходилось камни подбирать такая кладка без ровных рядов называется циклопическая кладка и такой кладки много по всему миру ну то есть это естественная конструкция которая использовалась человечеством где-то она больше обтачивалась где-то меньше обтачивалась все это зависело от сорта камня который был в той или иной местности насколько хватало возможности его обработать но мы будем смотреть на греции потому что в греции сохранилось достаточно много таких вот с тех самых времен то стоимость времени древней греции остались вот эти вот неровные кладки циклопические стены так называемые сохранилось больше всего стен циклопических из огромных камней но они крепче чем мелкие и эти камни настолько огромные что людям не верится что это могло быть сделано по тем технологиям ну то есть без кранов без машин без грузовиков без каких-то что еще используется что что мы можем сейчас использовать для строительства таких огромных камней так вот у древних греков всего это не было то есть это была почти ручная работа катки накаты в лучшем случае лебедки и людям настолько не верилось что это вот может быть сделано человеком что достаточно быстро появляется легенда что эти стены делали не люди а огромные великаны так называемые циклопы штука в том что начинается здесь путаница потому что циклоп это существа из греческой мифологии но есть два вида циклопов первые циклопы это первоначальные титаны огромные гиганты которые участвовали в битве зевсов с титанами и помогали их было три брата есть отдельно целый народ циклопов которые возникают в более поздних мифов неизвестно как бы родственники они не родственники ли это не связанные друг с другом циклопы но это великаны то есть это огромные люди им конечно проще ворочать такие огромные камни и они были одноглазыми самый наверное знаменитый циклоп это циклоп полифем про него рассказывается в одессе и гоомера с ним встречается одессе и в своих путешествиях и лишает его единственного глаза и вот понимаете очень забавная такая штука потому что такая кладка встречается по всему миру но мы используем именно греческий термин циклопы да из греческой мифологии то есть греческая вот эта маленькая греция со своей мифологии дало название кладки которая по всему миру находятся на ученые употребляют именно греческий термин очень забавно и характеризует насколько греция важна для нас и сегодня мы с вами будем разговаривать о критомикенской культуре помните в прошлой презентации мы с вами разбирали ленту времени древней греции и вот сегодня у нас тема это вот этот вот кусочек 15 14 13 век критомикенской цивилизации когда эта цивилизация уже сложилась уже достаточно много архитектуры которые мы можем посмотреть но до вот этой вот до полесного периода и так мы с вами то есть наша с вами презентация сегодня это такая экскурсия в город микены то есть критомикенский период то есть микены это город который дал название периода он хорошо раскопан археологами там музей в который можно приехать и там очень много даже не то что много там практически все технологии которые использовались по камню мы можем посмотреть микены построен персеем по легенде это после победы над горгоной медузой при возвращении после этой победы и микены это город в котором жил царь аганемнон который участвовал в походе на трое а поэтому это такой знаменитый действительно город раскопан археологами историками но нас с вами сейчас интересует архитектура ну то есть я вам обещала что мы сильно в историю вдаваться не будем а будем говорить именно об архитектуре что же у нас в микенах происходит с точки зрения архитектуры это город на то есть центральная его часть акрополь самое важное со всеми дворцами кладовыми и всем прочим обнесена огромной стеной сложно именно вот из циклопической кладки стена сейчас достаточно сильно разрушена осталась только нижняя часть этих стен но все равно можете видеть что это толщина огромной толщины огромные камни даже то что сохранилась она достаточно крупная но мы можем взять и просто стену сделать мы нам нужно сделать так что в стенах были проходы и самый простой способ как сделать проход камни не класть и делать некое отверстие но для того чтобы потом это было не просто дырка в стене ну во первых это будет не крепко потом странно хотя и так делались на самом деле есть древние стены которые сделаны именно вот таким вот нахлёстом без дальнейшей стены над этим проходом но самый простой вариант это положить большую каменную балку эта балка называется перемычка именно так вот с такой огромной балкой перемычкой сделаны главные ворота в микены так называемые львиные ворота достаточно знаменитая вещь которая встречается во всех учебниках архитектуры даже не только архитектура любого в учебниках истории искусства они тоже встречаются то есть вот что здесь происходит то есть мы сделали вкладке разрыв и на кладку положили огромную перемычку видите это единый камень вы понимаете что такой камень найти привести подобрать достаточно сложно то есть вот это расстояние на которое мы можем положить такой камень оно не очень большое потому что если оно большое то это перемычка должна стать очень тяжелый да то есть она становится все больше и больше и больше и больше вот если на stonehenge посмотреть то расстояние между камнями на которых лежит третий камень она небольшое но прям узенькая как будто узкая дверь получается потому что как только мы начинаем это расстояние увеличивать этот камень начинает или увеличиваться или падать или трескаться если он не увеличивается в ширину ну то есть это целая работа взять и подобрать такой камень и львиные вот эти вот львиные ворота это действительно знаменитей шип перемычка ширина этих ворот 3 больше трех метров вот я тут стою с раскинутыми руками то есть вот это вот 3 там 3 10 а вес этого камня одного только этого камня около 20 тонн ну то есть это действительно уникальная штуковина или в общем такие вещи делали достаточно редко и даже в самих микенов другие ворота естественно у него были не одни ворота это восточные ворота есть северные ворота города микен они гораздо меньше видите я тут уже совершенно спокойно стою даже даже это меньше чем мои руки у них тоже огромная перемычка это ворота в город можете себе представить да то есть мы в город парадную тот парадный вход это менее парадный ход но тем не менее ворота в город мы не можем сделать слишком широкий если у нас с вами перемычка из камня ну потому что это тяжелая конструкция интересно то что конструкцию эту перемычки мы используем до сих пор то есть если вы сейчас пойдете по улицам будете разглядывать дома ты вы увидите что над окнами там у нас обычно лежат металлические или железобетонные балки в качестве перемычек чтобы стена дальше держалась а в исторической архитектуре использовался камень и расстояние эти были небольшие в каменных стенах у нас обычно очень узкие окна именно потому что перемычку положить достаточно сложный подобрать можно взять и подобрать положить деревянную перемычку иногда так делали но это получается плохо потому что дерево быстро гниет и все это разваливается но и потом все-таки вес камня дерево держит плохо вот здесь вот отличный кадр я сняла деревянная перемычка в каменной стене ну то есть во первых видно что она немножечко провисает видите там даже зажимает эту дверь потому что не справляется дерево с камнем а во вторых ну ее надо менять будет раньше чем каменную кладку в общем таких вещей то это сбегает в жилых домах так делалось но в опять-таки в стене города или в храме это не очень удачное решение но да то есть получается что у нас эта перемычка должна не только собственный вес держать на нем не просто сама не трескаться и не падать она должна держать еще вес той стены которая здесь на ней располагается в данном случае это перемычка львиных ворот держит вот этот вот камень со львами это изображение львов как символ царской власти вот они здесь то есть они еще давят на этот камень представляете тут смотрите еще эту перемычку немножечко так выгнули чтобы и полегче был держаться чтобы здесь повыше толщина была чтобы вес немножечко распределялся в стороны вот этом месте она не переломилась ну то есть смотрите да вот у нас еще одна одно сооружение из микен это один из столосов у него вход в перекрыт огромными плитами тремя плитами это одна и одна одно и то же место просто с разных сторон снята что было понятно то есть вроде бы это огромные каменные плиты достаточно широкие достаточно высокие но то есть там ходить по ним совсем не страшно они явно крепки но если мы здесь представим что здесь была стена а это именно помещение то есть вот здесь вот этот талос это было помещение закрытое то есть на этой перемычки вот она у нас вот эта перемычка которая с фотографией вот здесь нашла дальше стена можете себе представить что мы вот на на такую плиту начинаем класть еще огромный вес камня она не выдержит просто поэтому древние греки те кто жил тогда в микенах придумали очень хитрую штуку они придумали не просто сюда класть вес камня а сделать такую вещь начать класть камень не на плиту а постепенно его сюда в свешивая видите ну то есть мы не нагружаем сюда целиком все каменной кладкой а вот так вот по кусочкам немножечко немножечко немножко свешиваем потом это смыкается и превращается уже в гладкую стену таким образом вес вот этой стены он не давит на вот эту вот самое хрупкое место этой перемычки а уходит в бока вот это вот конструкция называется ложная арка опять-таки встречается она по всему миру но может быть не по всему миру но и в южной америке она есть и на востоке но в таиланде я видела такие конструкции но то есть человечество их использовала потому что хотелось все-таки сделать расстояние побольше опять-таки да если бы они тут бы попытались положить один большой камень у них вряд ли бы получилось а так благодаря этой конструкции вот эту арку смогли сделать побольше вот она выступают эти камушки немножко она обидно называется ложная арка но это только по-русски по-английски немножко другой термин это корбал арк то есть арка с корбал это связь консоль к нас со свесами то есть арочка на связи как это называется ложная она то есть она не настоящая арка корбал арк потому что в ней нет распора у нее весь вес идет сверху вниз то есть вся вот эта вот масса камня давит вот сверху вниз сейчас покажу еще на картинке на схеме то есть вот у ложной арки что происходит весь вес камня давит сверху вниз настоящая арка это такая конструкция в которой камни собираются по кругу и давит в общую середину то есть они вот так вот с направлением сюда как бы съезжает получается гораздо более крепкая конструкция за счет того что эти камни друг другу не дают упасть то есть они зажимаются и и никуда не деваются но в такой арке возникает горизонтальный распор то есть вот это вот конструкция если мы вот так вот камушки кружочком соберем чтобы они внутрь падали они у нас начнут разъезжаться то есть у них начнет возникать усилия на разъезд то есть их придется еще дополнительно держать чтобы они не разъезжались вот это вот усилие называется распор и в настоящей арке то что просто арка это есть распор в ложной арке распора нет корбал арк она распора не имеет дело не в форме то есть очень многие начинают путаться и считают что если арка какая-то какая-то треугольничком значит она ложная круглый настоящий нет мы можем взять и из камней собрать ложную арку сделать вот такой кругленькой и также арка настоящий может иметь самые разные формы ну это вот типичная стрельчатая арка но может быть разное дело именно в распределении нагрузки в ложной арке вес идет сверху вниз в арке настоящий возникают еще горит то есть вес идет к центру и возникает горизонтальный распор вот это вот арка которая настоящая она появляется чуть позже ну то есть есть древние арки единичные по миру но массово они не строятся массово их начинают использовать древний рим и это уже после древней греции это тема отдельная поэтому мы с вами сейчас про это говорить не будем греции были именно грет греки использовали именно ложную арку штука это не очень прочная потому что если у вас один камень по каким-то причинам не удержится и сползет это все рухнет представляете да то есть это достаточно слабая штука поэтому если мы посмотрим на мейкенские гробницы на эту ложную арку над перемычкой смотреть что-то смотри какие она длинная то есть они сюда притащили самые длинные камни то есть 10 сложных гораздо более коротеньких камней а ложная арка чтобы ни в коем случае она туда не съехала это вот такие длинные камни чтобы она и здесь видите она может быть ровно обточена здесь она по краю ровно обточена а там внутри она даже не ровная как приходили камни так и приходили видимо эта конструкция не считалась чем-то красивым это сейчас нам кажется что так интересно а вероятно эти части закрывали росписями штукатурились ну то есть историки археологи считают что это часть была закрыта то есть это чисто техническая штука это вот реконструкция как выглядела вход выглядел вход в одну из гробниц или вот еще одна реконструкция той же самой гробницы достаточно трудно сейчас определить что же там было на самом деле потому что сохранилась только вот остаток нижней базы колон то есть вот эти вот ступенечки вот они сохранились что было дальше это в общем мы можем только предполагать здесь вот мы это вот прям видите тут даже видно вот этот шовчик каменный шовчик вот он точно повторяет вот это место естественно ложная арка использовалась не только для разгрузки перемычки ну то есть для разгрузки перемычки и очень здорово использовать но греки ложной аркой могли перекрывать какие-то коридоры проходы пусть в общем использовался она по-разному это вот тоже в микенах можно увидеть такой спуск к водохранилищу сложенный из камней в виде ложной арки ложная арка это конструкция камни это материал из которых эта конструкция построена примерно по такому же принципу делались ложные своды то есть арка это у нас плоская конструкция да да вот у нас а камни идут 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 вверх и вот это вот продолжается какой-то коридор так сложный а ложные своды это та же конструкция только выложенная по кругу то есть убралась это круглое помещение выкладывались камни и каждый ряд камней уменьшался 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 и естественно мы не можем взять и сильно эти камни выдвинуть по чуть-чуть выдвигаем за счет этого эти своды были такими вытянутыми вверх получался такой не круглый как нам привычную свод а свод вытянутым потому что сильно не свесишь поэтому это вот такая вот штука а по-английски они назывались улейный свод на улей похоже иначе их не сделаешь они были достаточно большие вот эти гробницы в микенах это 13 14 15 метров ну то есть это огромные такие помещения каменные помещения с вытянутым вот этим вот ложным сводом ну или корбом если кому-то обидно что ложный можно как-то использовать на английский термин мне иногда обидно потому что не классно так вот ложный свод это более крепкая конструкция чем ложная арка если в ложной арке камни могут сползти то в ложном своде соседние камни друг друга держат и они в общем уже не сползут поэтому ложные своды уже гораздо выгоднее чем ложный арк и это гробница отрея в микенах это на самом деле в микенах много таких гробниц но самая знаменитая это сокровищница отрея это ее реконструкция как это выглядело то есть к ней шел длинный длинный коридор подходила вот к этому входу с огромной перемычкой видите вот она вот обычная кладка вот это огромная перемычка которая сделана для того чтобы можно было сделать более-менее широкий вход дальше шла ложная арка и над входом и вот это вот перемычка которая в сокровищнице отрея перекрывает вообще какая-то уникальная штука если помните у нас на львиных воротах этот камень весил 20 тонн здесь это перемычка весит 118 в 6 раз больше здесь немножко плохо видно вот этот шов где она заканчивается я могу вернуть на эту арку вот она да вот это вот камень мало того что он огромный в ширину огромный в длину он еще здесь с поворотом вот это вот действительно поразительно как они могли этот камень туда выточить до довести положительно то есть на уровне чудо в общем вот в микенах это просто очень четко можно все это увидеть и циклопическую кладку и перемычки ворот не только ворот более мелкие перемычки тоже можно там найти и ложные своды и ложные арки и ложные своды как коридоры и своды круглые то есть прям викины можно ехать все 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 это смотреть вживую это вот сереньким я выделяю кадры с ключевыми понятиями которые мы сегодня смотрелись перемычка это вещь который мы используем до сих пор ложные арки ложные своды практически не используются в наши дни а вот перемычка используется и это была критомикенская культура 15 14 13 век до нашей эры и теперь задание задание я вам предлагаю почувствовать себя прям циклопом набрать камней представить что вы великан и сначала сложить стену циклопическую кладку вам нужны камни камни можно собрать любые то есть камушки какие попадется ну здесь если у вас кругленькие камушки вы где-то на море набрали замечательно если какие-то более кривые кого-то гравий тоже хорошо если совсем нет возможности набрать камни можно использовать кубики сахара но но из кривых камней просто будет интересно то есть из кубиков сахара у вас будет получаться как бы ровная кладка не циклопическая пластилин чтобы скреплять какого нить нейтрального цвета чтобы он не был очень ярким и какую-то основу есть но так как он это камень камень это вещь тяжелая то чтобы могли эту поделку с места на место переносить то основа должна быть крепкой вот здесь вот на картинке так называемый переплетный картон но можно купить в любых товарах для художников это то есть чего делают книжные обложки то есть вот жесткая такая штука в общем можно его брать ну если есть возможность пластик неважно главное что поделка получится тяжелая и нужно будет ее как-то держать в общем то все значит первое задание вы делаете кладку попробуйте сначала ее сделать без пластилина прям вот как настоящие древние циклопы которые естественно эти огромные камни ничем не скрепляли этому бесполезно посмотрите как у вас будет складываться как вам придется подбирать камушки по размеру по форме чтобы они друг другом как-то цеплялись после того как вы немножечко поиграете после того как у вас получится вот ну хотя бы три ряда собрать вы можете добавить пластилин и построить более высокую стену то есть добавляя скрепление конечно у нас нет возможности подтесывать камушки поэтому мы можем немножечко так обмануть своих себя и добавить пластилина а дальше попробуйте сделать ворота в вашей стене то есть если вам повезет у вас будет какой-то длинный камень для перемычки замечательно ну посмотрите вот из тех ваших набранных камней что у вас получилось получилось ли у вас сделать какие-то ворота по шее одной перемычкой и из после этого попробуйте сделать ворота форме ложной арки то есть попробовать камушки потихонечку свешивать и потихонечку их замкнуть до конца и делать и ворота если у вас получится поставить масштабного человечка будет замечательно будет сразу видно что это огромные камни что эта циклопическая кладка не просто игра в камушки спасибо надеюсь что у вас это получится а может быть вы вдохновитесь вот я как-то так вдохновилась и из камушков для аквариума эти камушки были куплены в магазине что что очень хотелось построить из камушков а была зима поэтому пришлось купить в магазине зоомагазине пакет камушков для аквариума вот из этих камушков для аквариума я построила домик нуф-нуф и вот у него как Как раз здесь перемычка деревянная, а у окна настоящая каменная перемычка. Спасибо вам за внимание. До встречи. Продолжение следует.